Вот этот имплантат провалился внутрь пазухи, начал давить на нервы, на слизистую оболочку, у человека развилась головная боль, а всё потому, что, наверное, он хотел сэкономить. Со мной заграднюк Людмила. Скажите, почему так происходит? Потому что доктор изначально не продиагностировал правильно пациента, а в сути в имплантах, то есть можно поставить дешёвый, дорогой, но если не было адекватной диагностики, то тогда пальцем в небо. То есть я правильно понимаю, вот этот винтик, который закручивали в голову, его взяли, закрутили гораздо глубже, чем должны были, из-за чего? Из-за того, что не сделали, наверное, КТ или каких-то других исследований. Какие исследования вообще основные для того, чтобы понять, как правильно? Основное это компьютерная томограмма до мероприятия и после обязательно контроль. Хорошо. А я слышал, что есть разница, есть немецкие, американские, корейские импланты. Какие вообще более надёжные? Как понять, какой ставить себе? Нету как бы более надёжных. Есть просто опыт врача. Он может поставить самый дешёвый, но в том направлении качественно и дальше как бы вести человека правильно. Можно поставить самый крутой, и ты не туда его ставишь, и всё, он вылетает буквально через какой-то короткий период времени. Со мной Загороднёк Людмила, врач-имплантолог, хирург-стоматолог с города Одессы. Будьте аккуратны в диагностике и выборе своих имплантологов.